Всем привет! С вами по-прежнему Андрей Сибрант, и я по-прежнему выступаю со своим нерегулярным трёпом. И это уже тридцать третий выпуск этого моего нерегулярного трёпа, и сегодня, как это часто бывает с моими выпусками, он сольный. Трепаться я буду в одиночку, у меня нет гостей, у меня нет записей, у меня даже каких-то аудиоцитат нет, только мой собственный трёп. И у меня даже тема, в этот раз есть более-менее такая одна, постоянная, в которой я буду обсуждать большую часть эпизода, хотя начну не с неё. Та тема, которую я буду обсуждать чуть попозже и довольно долго и занудливо, это тема про образование. Я обещал в Фейсбуке, что я вот на эту тему чего-нибудь в подкасте расскажу. Вот я сейчас это обещание выполняю. А вначале, вначале мне хочется немножко вернуться к той теме, которая была два подкаста назад. Эта тема, которая дала название подкасту «Волны гасят ветер», история про то, что ветер вот этих быстрых перемен, которые несут в себе новые технологии, новые продукты на этих технологиях основанные, этот самый ветер вызывает нешуточное волнение, основная задача которого — ветер как-то притормозить. Ну вот смотрите, за прошедшее с того подкаста время было несколько довольно вроде бы очень хороших, крутых, сильных заявлений, и на них была очень странная реакция. Я имею в виду в первую очередь, например, Фейсбук, который объявил о том, что он собирается выпустить свою криптовалюту. Или вот Брэнсон, не последний человек в технологическом мире, вдруг заявил, что продолжительность рабочей недели должна бы начать сокращаться. И, кстати, эту ноту подхватил наш собственный премьер А. Медведев и тоже упомянул возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Интересно, что же за этим последовало? За этим последовали удивительные совершенно реакции, которые в массе своей были негативны. И вот снова такое ощущение, что люди считают, будто в конце 20 века был достигнут какой-то идеал всего. Общественной системы, классов, баланса работы жизни, продолжительности рабочей недели. И что вообще любые изменения лишь повредят этому идеалу. Ну вообще прикольно. Потому что рабочая неделя на протяжении вот всего времени существования там, не знаю, рабочего класса и прочих классов, у которых есть нормированный рабочий день, рабочая неделя всегда сокращалась. Когда-то людей там эксплуатировали черт знает сколько времени. И я, хотя и до сих пор еще живой, хорошо помню время, когда была шестидневка. Когда вот мысль о том, что в субботу может быть выходной, то есть как выходной, рабочий день, воскресенье у нас выходной. И когда потом появилась пятидневка, это был праздник, и люди радовались. И как-то вот я совсем не помню, чтобы кто-то тогда говорил мне, ребят, вообще остановитесь, верните рабочую субботу. Как это два дня отдыхать? Как сейчас люди вдруг начинают возмущаться? Что такое четырехдневная рабочая неделя? Это что ж, у меня три выходных? Да, будет. Очень хочется поработать, пойди поработай. Но что плохого в том, что ты три дня в неделю сможешь выбирать, поработать тебе или заняться чем-то другим, и никто слова не скажет, если ты вдруг не будешь работать. Ну, в общем, не знаю, удивительная совершенно история. Причем, вот опять я об этом, по-моему, говорил в том подкасте, который вот назывался «Волны газет ветер», но я не могу не вернуться к этой теме, потому что он просто четкое совершенно воспоминание, аналогия, похожесть. Вот научный коммунизм, вот научный коммунизм, я имел несчастье его изучать, мало того, что в институте у меня потом еще был, ох, вечерний университет марксизма-ленинизма, мне много чего на эту тему рассказывали. И очень долго убеждали, что вот существует высшая точка в развитии всего, в том числе, в первую очередь, даже общества. И как только она достигнута, дальше может быть небольшое улучшение, полировка отдельных деталей. Но никакого принципиального изменения не может быть, ибо это вершина. Когда ты стоишь на вершине, там попрыгать немножко можно, камушки можно на ней переложить, вообще это вершина, дальше идти некуда. Но вот откуда, черт подери, сейчас эта мысль о том, что существует высшая точка, и когда она достигнута, ничего нового уже не будет. Причем совершенно не важно, как этот идеал называть коммунизм, либеральная демократия, феодализм, что угодно. Откуда мысль, что не появится следующее и новое. Вот раньше как-то всегда появлялось. Всю историю человечества в Сирене появлялось что-то новое. Не, конечно, всю историю были люди, которые считали, что, собственно, вот идеальное общество уже почти построено, осталось дошлифовать. А потом вдруг оказывалось, что там впереди еще такая дорога в когда-то совершенно непредставимую даль, и по этой дороге все дальше шли веками. С чего вы решили, что конец 20 века это вот та самая точка, за которой дорога кончилась? Откуда все эти идеи про конец истории? Правда? Вот правда конец истории, конец развития, и дальше ничего не будет, будет сплошной улучшизм? Тут что-то нет оснований. Вот раньше всегда появлялось и снова появится. Собственно, сейчас оно как раз видно, оно и раньше появлялось за счет развития техники. Неважно, какой там сельскохозяйственный, появление заводов, там пара, электричество и так далее. А теперь, да, вот пресловутые машинные обучения, искусственный интеллект, суперкомпьютерные технологии, все это тоже, да, это тоже большое технологии. Ну и не только оно, конечно, конечно, и куча всякого связанного там с аддитивными технологиями, с всем, что происходит в медицине и биологических науках, материаловедни, то есть куда ни ткни, все время происходит масса всего нового и интереснейшего. Из какого это вот считать, что дальше прогресс всего остального остановится при условии такого бурного прогресса техники? Вообще, как только происходит прогресс техники, все традиционные институты общества, будь то информационные институты или вот пресловутая пресса, которая там у нас является отдельной частью власти, все начинает потихонечку меняться, а иногда не потихонечку. И это как раз вот очень интересно, потому что та же самая структура общества тоже все время менялась. Хотя, безусловно, короли и вельможи считали, что вот как-то это порядок спущенный нам богом и никуда никогда не денется. Но если когда-то отпала нужда в массах рабов, крестьян, потом в массах пролетариата, который тоже думал, что он и есть вот тот самый избранный класс, который вот теперь будет жить на вершине, ибо, собственно, вершина ему принадлежит. Ну, как-то и в массах пролетариата потребность отпала. А откуда вопрос, откуда паника, что пропадает потребность в белых воротничках, потому что у нас теперь машинное обучение? Да, отпадает, точно так же, как во всех предыдущих. Возникнет что-то новое. Идей о среднем классе в средние века не было. Ну, значит, появилось что-то тоже, о чем несколько веков назад не знали. Ну и через несколько десятилетий появится какой-то новый класс, который мы сейчас не можем даже предугадать. Я точно уверен, что вот средний класс не могли физически предугадать никакие там деятели, не знаю, даже эпохи Возрождения. А он случился. Поэтому, опять же, что-то случится и здесь. И почему неделя должна иметь два выходных вообще? Почему время является мерилом работы? Откуда такая странная метрика? Ведь вроде бы, чем менее рутинен труд, тем меньше время является адекватной метрикой его результата. И мы все время говорим, что как раз труд человека должен быть нескучным, творческим, интересным и так далее. Ну да, при чем здесь время? Тогда почему вот эти истории про, неважно, длительность рабочей недели в часах или количество выходных дней вдруг становится критичной метрикой? Какая нафиг разница? Не говоря о том, что когда это какая-то там умственная деятельность, то вообще она может осуществляться, пока ты вроде бы занимаешься совершенно нерабочими активностями. Там мозг у нас работает сложно. Ну, видимо, опять все-таки вот история про скорость. Вот эта история, которую я там описывал в этих волнах, гасящих ветер. История про скорость, когда слишком многое меняется на протяжении одной жизни, и это достает людей. Они просто не могут справиться. Кстати, интересно. А вот когда продолжительность жизни вырастет, общество станет еще более консервативным. То есть вот как бы сейчас молодежь все время пинает пенсионеров, что вот, вы тут выбираете черт знает кого, и вообще вы тянете назад. Окей. А вот если людей станет еще побольше, которым не то что за 40, за 50, а за 100. И это большой процент населения. Представляете, какие демократические процедуры в таком геронтологическом, уже без шуточек, обществе, куда демократические процедуры там могут завести. Прикольно. Слушайте, они над этим работают. Активно. Ну вот. Да, вот, кстати, даже в Фейсбуке появились отклики на мой подкаст вот про волны, гасящий ветер. И, ну, большинству вроде нравится, но все равно идея о том, что есть наилучшее состояние, которое можно достигнуть и дальше никуда не двигаться, все равно время от времени там появляется. Ну вот. А, собственно, хватит про волны, ветер и комментарии к подкасту, который был там почти месяц назад. Все-таки про образование. Я собирался поговорить о нем, и сейчас это намерение начну осуществлять. Оно мне действительно сейчас очень интересно. Очень интересно не только потому, что вот, ну да, им прикольно заниматься там. Ну, во-первых, всегда очень интересно работать с людьми, которые рвутся чему-то научиться. Вот я там только что вернулся из Сириуса, там потрясающие совершенно детишки. Или там две недели, не, неделю, неделю только назад. В прошлые выходные был гик-пикник в Питере, и там далеко не школьного возраста детишки пришли слушать, да и вообще были на пикнике там все-таки ребята студенческого возраста и старше, но тоже совершенно прекрасно, и с ними разговаривать одно удовольствие, и в глаза им смотреть, когда что-то рассказываешь со сцены, тоже одно удовольствие. Сейчас у меня это удовольствие будет вот через два дня, в воскресенье, 14-го уже в Москве, неважно, то есть просто я про то, что, конечно, чисто субъективно процессы, связанные с образованием, они офигенно приятные. Они офигенно приятные, потому что это всегда очень, ну, что-то интересные людям им доносишь, а это всегда очень такая, не знаю, какое правильное слово, какое правильное описание, неблагостное, какая-то очень, в общем, очень добрая обратная связь от них. Причем она может быть там с критикой, с пожеланиями, с чем угодно, но все равно это всегда сигнал, от которого тебе становится лучше, от которого ты заряжаешься, от которого тебе хочется улыбаться в итоге, даже если тебе правильно ткнули носом в твою ошибку, все равно черт, потому что человек хочет очень хорошего, он хочет больше уметь, больше знать, больше пользы приносить, в конце концов, утилитарно, больше кайфа получать, если такой гидонистический взгляд у него на жизнь, он хочет чему-то научиться, это, на самом деле, просто настолько прекрасное желание, что его как-то удовлетворять, это тоже кайф. Но я не об этом, я о том, что образование, это сейчас, когда я говорю, что образование очень интересное, а в том числе говорю это, там, не знаю, как менеджер, маркетолог, кто угодно тоже, а не только как вот человек, который получает удовольствие от процесса. И здесь очень стоит оглянуться, потому что без этой оглядки, наверное, немножко странными покажутся мои выводы, ощущения и так далее. А предполагать, что люди помнят примерно то же, что и я, как выяснилось, сильно наивно, потому что вот разговариваю я сейчас с разными 30-летними, я не говорю уж о более молодых людьми, и оказывается, что какой-нибудь 2000-й-то год они не знают, не помнят, ну даже хотя вроде в то время были уже в каком-то сознательном возрасте, ну или мне интересно, или просто как-то вытесняются уже эти воспоминания чем-то более свежим и более важным. И там, если чуть подальше копнуть в прошлое, то там вообще начинается черт знает что, потому что, извиняюсь за такой пример, но только ленивый, кажется, по крайней мере в моих лентах друзей, не комментировал сериал «Чернобыль». И, ну, знаете, я тогда был довольно в зрелом возрасте, я тогда в Курчатнике, кроме всего прочего, работал, имел даже некое отношение к ликвидации последствий этого славного события. Нет, я не выезжал в зону, хотя огромное количество моих друзей там были, но работал с тем, что оттуда привозили. И, ну, как-то я примерно помню, как это все выглядело. И утверждение людей, которые вот совершенно уверенно рассказывают, как на самом деле все было в 86-м, ну, не знаю, откуда они это взяли. Вот правда. Нет, конечно, все мы, наверное, помним очень избирательно. Ну, говорил там со своими, примерно, ровесниками, и в этом месте у нас удивлено, хотя у нас очень разные взгляды на жизнь и воспоминания, не то чтобы вот текстуально совпадающие, зато вот у всех сейчас совпадает ощущение, да откуда они это взяли. Нет, я не про авторов сценария, которым тоже можно задать этот вопрос, но я как раз не про них, я про тех, кто сейчас, комментируя сериал, уверенно излагает, потому что на самом деле там было вот так. Да? Ох, как интересно. И на самом деле примерно та же история со многими вещами, которые происходили в технологиях, в обществе, в сферах, которые технологии затронули на рубеже веков. И поэтому я сейчас вот немножечко расскажу свою версию, хорошо, да, мы будем считать, что это более аккуратная и корректная формулировка, я не буду рассказывать, как там было на рубеже веков, я расскажу свою версию, как мне кажется это было. Может быть, она совершенно далека от реального, хотя черного днева, не буду обсуждать, что есть реальное. В общем, короче говоря, я рассказываю ту версию событий, которая мне представляется похожей на реальную, и именно из этой версии вытекают некоторые любопытные соображения про то, что происходит сейчас с образованием. Начнем со СМИ. Вот СМИ — это ведь история, которая очень тесно связана с самым началом интернета, потому что в начале интернета ведь считалось, что эта история вообще чисто информационная. И даже, ну, мы, по-моему, проскочили этот период, а вот на самых ранних первых стадиях развития интернета в Штатах очень часто было словосочетание, которое использовалось как заменитель слова «интернет», и этим словосочетанием было «information superhighway» — информационная суперсверхмагистраль. То есть речь была о том, что это вот действительно, в общем, новый способ транспорта информации. И отсюда вытекало очень много чего, в том числе и отношения СМИ, что «О, окей, теперь доставку можно сделать без бумаги». А у нас в головах, это вот, кстати, очень важное отличие, а у нас в головах, я имею в виду «у нас», в смысле «в России», у нас в головах в России вообще как-то интернет в значительной степени трактовался в первую очередь как медиа. И отсюда следует, например, удивительная история. Вот не так давно мы снова вспоминали очень рано, очень огорчительно ушедшего от нас Антона Борисовича Носика. Я с ним, в общем, много общался. Не могу сказать, что мы были близкими друзьями, но точно были хорошими приятелями. И много разговаривали, и хорошо знали, кто что делает друг от друга. Но вот, честное слово, при всем моем уважении к Антону и к тому, что он делал, меня немножко поражает, что его регулярно называют отцом Рунета. Потому что Антон — это человек, который был, конечно, отцом медийных проектов. Отцом медийной части Рунета. Потому что и вечерний интернет, предвосхитивший там блоги, соцсети, чертов ступит, не знаю, в каком-то смысле даже ютюберов, потому что в этом смысле он был вот такой же звездой, как современные звезды ютюба для текущего поколения. Это все правда. И потом то, что он сделал с первой лентой Ру, и что, в общем, задало направление развития осмысленных онлайновых СМИ на долгие-долгие годы, и, наверное, даже десятилетия, это тоже правда. То есть, вот еще раз, суперноваторский журналист, суперноваторский редактор, автор, медиаменеджер — это все его. Но простите, при чем тут Рунет? Ведь Рунет — это гораздо больше, чем медиа в онлайне. Ну, вот давайте посмотрим, кого там считают отцами интернета в тех же штатах. Откуда интернет родом? Ну, правда, это вот люди, которые создавали в нем сервисы. Это там пресловутые, там, Брин, Сукерберг, это там Безос, еще кто-то. Но, слушайте, это не авторы, которые писали в LiveJournal и были там суперпопулярны. Никто не вспомнит близко, как их вообще звали. А там, да, LiveJournal, окей, LiveJournal не был суперпопулярен в Штатах. Ну, хорошо, MySpace был на ранних странах. Кто вспомнит какого-нибудь популярного автора MySpace и еще будет считать, что он имеет какое-то отношение к зарождению интернета или там назвать его отцом интернета? Что? Не, вот те люди, которые создавали эти компании или те люди, которые создавали технологии, на которых вырастали интернет-компании, это отцы. И те люди, которые создавали технологии, которые позволяли интернету увеличивать скорость и покрытие, делать его дешевле, это тоже все отцы. Но не те, кто писали в нем контент. Не те, кто меняли в нем медиа. Не те, кто адаптировали даже крупные, крупнейшие издательские дома к интернету. Причем тут это? Медиа, журналистика в интернете, это малюсенький кусок того, ради чего интернет существует. Ну, вот вроде так кажется во многих местах, но не у нас. Где вот СМИ, это чуть ли не эквивалент интернета. Интернет, это вообще еще одно большое СМИ. Да нет же. Так вот эта история интернета, как смишной среды, она, конечно, немножечко у нас отдельно смещает восприятие, но если вспомнить, с чего начиналась история перехода СМИ в онлайн, перехода СМИ в цифровую форму в мире, то окажется, что там, в общем, было очень много всяких негладких вещей. У нас они тоже были, у нас они просто потом были позже, и как-то выглядели совсем странно. А там были большие дискуссии, я хорошо их помню, потому что, например, в том самом начале первые четыре года этого века я работал в российском кусочке Лайкоса, а Лайкос, Лайкос Европа, если быть более точным, это была большая компания, дочка американской, очень богатой в начале и разорившейся, обанкротившейся в конце американской публичной компании Лайкос, и в Европе они как раз сделали ошибку, которую европейский Лайкос угробило быстрее всех остальных прочих, они запротнелились с Бертельсманом, с Большим издательским домом немецким, и вот тут-то я насмотрелся, как СМИ любуются на интернет, как они воспринимают интернет, и что они от интернета хотят. И оказалось, что СМИ в первую очередь хотят от интернета голого транспорта и никаких своих технологий, то есть вот сайт, журнала, простите, и дальше начиналась большая лекция, просто на этих разговорах присутствовал неоднократно в славном городишке Гютерслоу, где располагалась штаб-квартира Лайкоса. Вы понимаете, что вот традиционные СМИ десятилетия вкладывали в свой графический образ, типографика, шрифты, расположение материала на полосе, да даже размер полосы, размер журнала физический, в сантиметрах. Это вещь, устоявшаяся десятилетиями. Это не может быть изменено. Что значит верстка, которая будет зависеть от размеров экрана? Что вообще значит размер экрана? Вот есть наш формат, в него вложен труд дизайнеров, в него вложен труд людей, которые именно под этот формат писали тексты, изготавливали иллюстрации и так далее и так далее и так далее. Еще раз шрифты, разделители, компоновка материала. Когда вот один взгляд на полосу, еще до того, как ты начал читать текст на ней, и понятно, какое издание перед тобой. И вот что, это все надо как-то перенести в ваш, простите за выражение, браузер? Ну никогда. Мы так и быть готовы рассмотреть вариант, что человек, зайдя браузером на сайт, может скачать тебе PDF, ибо PDF, спасибо формату, сохраняет шрифты, расстояние между всеми элементами, графику и так далее, и так далее. Читать неудобно с экрана компьютера, но это проблема компьютеров, поэтому они никому и не нужны, поэтому люди будут всегда покупать бумажные газеты. Но мы знаем, чем это кончится. Да, и люди, конечно, всегда будут покупать глянцевые журналы, потому что там мало того, что верстка, вы посмотрите качество глянца на обложке. Да никакому компьютеру это близко никогда не будет доступно. А палитра, ведь смотрите, художник, дизайнер, мы добиваемся типографии, мы выбираем типографии так, чтобы тончайшие оттенки цвета были правильно переданы. Вот посмотрите, я сейчас открою эту картинку, просто картинку, даже без всего остального, на двух разных мониторах. Вы понимаете, что они по-разному передают эту картинку, и ни одна из них не является правильной, той, как эту фотографию видел фотограф, как видел билет-редактор, как видел художник и так далее. Как это можно публиковать вообще в интернете? Интернет, это чудовищно. И поэтому, конечно, никакие медиа никогда не в интернете. Да, можно доставлять, да, спасибо интернету, мы можем дотянуться в ту страну, куда вот бумажная газета прилетит только послезавтра, вот быстрее не получается с логистикой, а вот да, так и быть, компромисс, если люди хотят почитать сегодня, пускай они читают в PDF-е наш номер, отосланный им по интернету. Нет, это я не шучу, это вот так очень долго рассматривалось. Ну и понятно, что там, где так это рассматривалось, процент смерти СМИ в результате прихода интернета был сильно выше, чем где-то еще, потому что СМИ при всем моем уважении к типографике это с точки зрения потребителя далеко не только красивый шрифт и в первую очередь не красивый, не про красивый шрифт, хотя понятно, что этим тоже можно гордиться. Ну вот, поэтому вот история про то, что PDF, это будущее СМИ в онлайне, она была совершенно не шуточных масштабов, и речь шла о том, что надо формат совершенствовать, надо там думать, как калибровать мониторы у пользователей и прочие истории. И СМИ в начале века все начальные годы его либо игнорировали интернет, ну, потому что все вот эти вот вещи, ну, они пробовали рассылать СМИ, у них не росла подписка сумасшедших, которые бы подписались на получение журнала в виде PDF-ок, ну, не было такого спроса. И это лишний раз подтверждало, что как-то нет, нет, вот там какие-то странные люди чего-то делают отдельное, и, конечно, в общем, это не маргиналы, это не настоящая журналистика, а вот настоящая журналистика всегда останется вот в этих колонках, подписанных, к печати, пахнущих краской поутру и так далее. Мы знаем, что из этого вышло. Вот телевидение до сих пор сопротивляется, старается интернет опять же использовать как канал для вещания себя в старом привычном формате, ну, с переменным успехом, но, правда, там все-таки, конечно, люди уже научены опытом и, конечно, как-то стараются по мере того, как технология позволяет внедрять всякие там интерактивные элементы, уже понятно, что в телевизионных программах мелькает огромное количество роликов с Ютьюба, фотографии из Инстаграма, есть какие-то приложения, которые позволяют прямо вот отснять и телеканалу отдать свой репортерский ролик, такой народный репортер, в общем, это тоже все немножко костыли, но, по крайней мере, видно, что люди волнуются и вообще в эту сторону как-то думают. Опыт печатной прессы им что-то сообщил. Но вообще, если так честно говорить, это массовые чудовищные заблуждения, что пресловутая цифровизация, информатизация, интернетизация, это просто какие-то изменения, изменения под капотом, а не изменения, влияющие на суть. Вот отнюдь любой продукт, попавший в среду интерактивную, с мгновенной обратной связью, с отсутствием массы финансовых и пространственных барьеров, да, вот та самая доставка в любое место и в реальном времени, неизбежных в материальном мире, это мгновенно трансформируется. Любой продукт трансформируется просто под влиянием среды. В этом смысле, да, medium is the message. Ну, да, есть вторая, конечно, опция, продукт просто умирает, потому что оказывается, что он не жизнеспособен в новой среде. Нет, такая опция тоже существует, к счастью, она не единственная, хотя многие как раз ее и выбирают, может быть, не всегда добровольно. Ну, и, хотя это не в тему подкаста, вот только что произнесенная тирада, она полностью относится к цифровой экономике, цифровой трансформации, всему тому, о чем сейчас вокруг столько шума. Ровно то же самое. Это не про перенесение процессов S-IS в новую среду, это про создание новых процессов, адекватных этой среде. Вот это не доставка всех тех же странных бумажек по всем тем же форматам, только в цифровом виде от тех же людей тем же другим людям. Для этого действительно не очень нужен интернет, не очень нужна цифровизация, хотя на создании таких систем прямой, тупой трансляции старых процессов в цифру, ну, можно какие-то деньги получить, эффект получить сложно. Нет, деньги в смысле разработчикам можно получить эффект для тех, под кого разрабатывается, примерно нулевой, если не отрицательный. А про жизнь с историей со СМИ, и это еще более прикольно, потому что все-таки СМИ это бизнес, зависящий от рекламы. И во многом, конечно, упадок СМИ вызван не просто тем, что как бы форматы не совсем получились в интернете, а тем, что деньги кончились. А куда ушли деньги? Куда делась вот та самая рекламная подпитка, которая поддерживала многие СМИ? А очень интересно, ну, вы же все знаете, конечно. В конце 90-х ведь, опять же, вынужден вспомнить немножко прошлое традиционные рекламисты, маркетологи, от слова интернет, ну, тоже либо шарахались, либо услышав его приступы смехов подали, потому что, ну, какой там нафиг интернет, там и людей мало, и опять же, та же самая история, ведь рекламное объявление должно быть еще более глянцевым, чем просто иллюстрация к материалу, потому что оно должно побуждать людей вожделеть этот продукт, а, соответственно, там качество супер-супер важное, и ни один бренд не позволит с тем качеством, которое имеют ваши эти картиночки в интернете, на них свой любимый товар изобразить. Ну, и как следствие, вся эта история означала, что бюджеты копеечные, что форматы, ну, тупо вот кубики в газете для дешевых объявлений перенесли в интернет, обозвали баннерами ха-ха-ха, и еще пытаетесь их нам продать, ссылаясь на какую-то очень странную и, по большому счету, фиктивную интерактивность на баннер можно кликнуть. Ну, и, то есть, типа баннер может инициировать контакт. Ну, здравствуйте. Вообще, печатное объявление ровно с этой же целью размещается, только на нем телефон написан, и поэтому там, конечно, контакт, ну, с большим скрипом инициируется, потому что человек, глядя в объявление, должен дойти до телефона, заметьте, мобильных в то время массового нет, поэтому надо действительно реально дойти до телефона и, соответственно, придерживая трубку плечом около уха, одной рукой держать открытую страницу с объявлением, а другой рукой набирать номер. Часто на диске, а не на клавиатуре. Ну, да, это, конечно, не клик в одно движение мышкой, и поэтому эффективность невелика, но смысл тот же. Смысл все равно стимулировать пользователя связаться с рекламодателем, зайти только не на сайт, а физически ногами в тот магазин, который рекламируется и так далее, и так далее. То есть все равно, конечно, реклама в этом смысле была интерактивна, она подразумевала, если бы она не вызывала отклик пользователя, она никому нафиг не была бы нужна. Конечно, она должна была вызывать отклик, и отклик, который в итоге приносил рекламодателю деньги, иначе, еще раз, кто бы ее вообще иначе давал, и кто бы ее использовал. Но, однако, мы же знаем, когда произошел настоящий взрыв, и когда появились реальные большие деньги, ушедшие из оффлайна в онлайн, не в тот момент, когда стало можно кликать, а в тот момент, когда появилась реклама принципиально невозможная по своей логике в оффлайне. Реклама, которая реагировала на мгновенный интерес пользователя, та самая поисковая, потом контекстная реклама, то есть реклама, сейчас это слово все знают, тогда его надо было очень долго объяснять таргетированная, по мгновенному интересу, по содержанию страницы, там дальше уже по суздем, совсем потом, в общем, по многим разным параметрам, но реклама таргетированная на пользователя, и реклама, которая на самом деле реагирует на то, что пользователь сейчас делает, вот он зашел именно на эту страницу, он сформулировал именно этот запрос, ну и так далее, и так далее, то есть вот то, что пользователь сам делал, его активности вызывали отклик рекламы, а уж потом, да, он на эту рекламу мог кликнуть, и так далее. Важно, что реклама стала под него подстраиваться, то, чего реклама в традиционных медиа в силу их природы просто не могла сделать никак. И поэтому именно в этот момент, а не в тот момент, когда баннер стал кликабелен, будучи просто тупо перенесен из бумаги на экран, именно вот в момент, когда реклама стала самоактивной, случился тот поворот, после которого деньги реально стали перетекать из оффлайна в онлайн, и мы знаем, что процесс, в общем, пошел хорошо. За прошедшие около 20 лет, в общем-то, с момента, как первая вот такая поисковая или контекстная реклама появилась, за это время, ну, больше половины денег в среднем в мире ушло во всякие онлайновые форматы, и интернет перестал быть штукой, вызывающей какие-либо усмешки у рекламодателей или у агентств, которые рекламу размещают. Ну, нет, это тот канал, та среда, который, ну, да, с телевиденными местами спорит по бюджетам, но, конечно, по разнообразию, да и просто по объему, это лидер. Ну, вот, и это история, которая изменила мир и СМИ, и мир рекламы, в том числе рекламы, которая эти СМИ, на самом деле, поддерживала. Ну, и причем тут образование. Я собирался, вроде, говорить про образование и долго просвещаю вас в области, я, кстати, прошу прощения у всех тех, кто наизусть знает то, что я сейчас излагал, но вот подозреваю, что не все знают в деталях. Зачем я вообще все это рассказываю? Какое имеет отношение онлайновая, интерактивная, цифровая реклама? Потому что она сейчас уже далеко не только онлайновая, это вот действительно цифровая интерактивная реклама. Счеты вполне себе интерактивны, цифровые, и подстраиваются под окружающую действительность от погоды до того, какого типа люди сейчас едут по улице как раз под ними и на них пялится или стоят в пробке и опять же пялится. Вот все это теперь уже действительно не то, чтобы совсем онлайн, который ты должен наблюдать на каких-то специальных девайсах. Это щиты, которые окружают нас на дорогах, внутри торговых центров, мало ли где. Так при чем тут еще раз все это, если мы про образование? Да при том, что выкладывание оффлайновых институтских курсов в онлайн это абсолютно то же самое, что выкладывание PDF-ок в качестве перевода СМИ в онлайн. Вот абсолютно один в один. Даже слово курсера, это же как газета в названии онлайнового СМИ. Нет, прикольно, намекает на традицию, но очень недальновидно. Да, собственно, Дафна, которая создательница курсера, она прекрасно это понимала. Мы с ней года три что ли назад, когда она приезжала в Яндекс, довольно долго беседовали, и она как раз использовала другую аналогию, не смешную, а театральную, и говорила, что мы понимаем, что сейчас, конечно, во многом наш продукт, и вообще онлайновые курсы в том виде, как мы их сейчас видим в интернете, это вот самые первые годы телевидения, когда никаких своих телевизионных жанров еще нет, и просто вот камеру приносят в театр, записывают просто как актеры, играют на сцене, иногда еще немножко там чего в зале происходит, и потом вот это показывают по телевизору. И это не новая какая-то сущность телепостановки, а вот просто запись обычного спектакля, транслированная в другой среде. Ну вот, да-да-да, я полностью согласен, что это абсолютно напоминает те разговоры, которые я слышал в Гютер Слоу, только вот в отличие от Гютер Слоу, где люди были уверены, что интернет для этого и создан, Дафна прекрасно понимала, что на самом деле интернет требует своего, только у них пока вот как-то не сложилось и не удалось убедить главных поставщиков этого контента, потому что она понимала, что контент-то все равно должны делать специалисты в преподавании, специалисты в предметной области, не получалось как-то уговорить поставщиков этого контента что-то придумать, и единственный контент, который был доступен, это вот, Ребята, я уже читаю курс в университете, если вам нужно, приходите, записывайте, я не возражаю. Да, хорошо, я могу записать опять же то, что я читаю студентам в специальных условиях, там, перед вашей камерой и не в обычной аудитории, а в студии, да, вперед на это я готов, но все равно это то, что я читаю уже студентам, это вот тот курс, который имеется в программе нашего университета, и, собственно, постоянные восторги, которые сейчас можно услышать, что ООМ, МАЙТИ, или еще там какой-нибудь хороший вуз выложил десятки, сотни своих онлайновых курсов в интернет, это все, конечно, прикольно, и это, безусловно, столь же интересный для истории, например, или для очень мотивированных людей материал, как PDF-ки журналов, ведь тоже их, не то, чтобы там совсем ни один человек их не читал, это, во-первых, действительно отличная, интересная библиотека для исторических изысканий, во-вторых, конечно, могут найтись ценители, которым правда приятно посмотреть вот номер, как он был собран, сверстан для бумаги, и поэтому такая PDF-ка для отдельных людей представляет большую ценность, но она с точки зрения вот ежедневного потребления новостной ленты, ну, чудовищно, неудобно, примерно тоже относится к курсу, который ты должен вот заставлять себя смотреть, слушать, причем знаешь, что не можешь сейчас подойти прямо к лектору, взять его за пуговицу, что потом этот лектор и вот тот аспирант, который, значит, его там в начале чего-то представлял, что вот он потом будет у меня лабы вести, в общем, ну, курс это часть широкого контента обучения в ВУЗе, причем обучения очного, и когда он просто перенесен на экран, он не на своем месте, и эффект теряет страшно. А что это означает? Почему я вот сравниваю с ПДФ-ками? потому что вы же знаете, что было дальше. Дальше были нормальные СМИ, которые адаптировали себя под то, что, как они пишут в онлайне, которые создали онлайновые версии, дальше были СМИ, которые вообще не имели бумажных или там эфирных версий, а существовали только и сугубо в интернете, кстати, именно они гораздо больше, в большем количестве случаев и гораздо большие деньги заработав существуют сейчас, чем те, кто из традиционного оффлайн смешного мира пришел. Вот ровно та же самая история один в один сейчас происходит с образованием. Мы буквально два-три года назад увидели, как традиционные форматы образования, которые просто вот в интернет переносили себя какими-то кусками без изменения сути формата этих кусков, начинают местами, конечно, местами вытесняться форматами, которые в принципе не могли существовать до появления интернета. И форматы совершенно разные. Это вот какие-то разные образовательные платформы, которые отдельно конструируются под попытку создать персонализированный учебный процесс. Это платформы, которые, может быть, и соединяют по-прежнему преподавателями такими методами, какие не могут возникнуть. Вот я же говорил, что там у СМИ, например, у традиционных есть географические ограничения. Skyeng со своим дистанционным образованием по Скайпу, да и многие другие вещи связанные с использованием платформ вебинаров, которые, кстати, опять же, вот вебинар очень близкий перенос традиционного семинара. Это еще не полноценная новая платформа. Так вот, Skyeng или платформы вебинаров, или там скиллбоксовые какие-то развлечения, или платформа, которая вот Яндекс.Практикум, которую я упоминал, пишет. Это все истории про то, что в образовании начался период настоящего, неформального, вот мы свой курс выложили в интернет, просто записав его в оффлайне, а настоящего освоения онлайновой среды. А что касается образования как рынка, ну, это, конечно, не совсем масштабы рекламного рынка мира, но это все равно многомиллиардная история. Многомиллиардная, конечно, далеко не в рублях. И это означает, что сейчас начнется передел этого рынка. Никуда не денется, я совершенно заранее прошу не обвинять меня в радикальных настроениях, что вот очередная там история про убийцу университетов, да нет, конечно, особенно, когда мы про школу говорим, да и про университет, особенно топовые университеты, им ничего не угрожает, потому что образование, это сложные, комплексные процессы, образование в вузе, очное, оно много чего включает еще, это, конечно же, и социализация, и пресловутый нетворкинг, и эффективность получения информации от харизматичного, именно при личном общении преподавателя, это практика, когда ты можешь на лабах что-то такое проделать, что, конечно, в виртуальной реальности тоже можно, но вот виртуальная реальность, особенно пока еще в текущем состоянии, не то, чтобы в лоб заменяла все те навыки, которые требуют, в том числе и практических умений, что-то паять, что-то подкрутить, и так далее, это действительно вот практическая история, научиться там что-нибудь спаять, научиться что-нибудь регулировать руками, это все истории, которые тоже пока не очень транслируются в онлайн, и это все истории, которые будут очень медленно развиваться еще и потому, что образование во многом инерционнее других сфер человеческой деятельности, инерционнее других общественных институтов, ну, потому что там большую роль играют люди со сдвигом на одно поколение, то есть в том, как будет образовываться ребенок, огромную роль играет решение не самого ребенка, а его родителей, это означает, что в жизни человека решение о том, что ему делать, в значительной степени принимают люди, которые на 20 лет его старше, и обладают своим представлением, что им казалось бы правильным в его возрасте это представление, этот личный опыт смещен на 20 лет назад, а то и на 30 лет назад, и это тоже дает свой вклад, и поэтому понятно, что, нет, понятно, что есть родители, которые тоже любят все новое, готовы экспериментировать, которые тщательно изучают как раз, что нового появилось, что можно дать ребенку того, чего у них не было, но это не самая массовая история, самая массовая история, к сожалению, вся из области того, что вот, как вот у нас делали, так оно и правильно, я вот сам через это прошел, человеком вырос, зарплату получаю, на пенсию скоро выйду, вот, поэтому история с образованием, она еще более медленно и консервативна, чем история с какими-то, ну, другими общественными институтами, вот той же прессы, на который до этого ссылался, ну, может быть, кстати, ровно поэтому, что вот история про серьезное вовлечение людей, занятых в СМИ, во всякие онлайновые активности, начало происходить на вот границе веков, и особенно бурно выглядело в первые, там, десятилетия этого века, а то, что мы увидим в образовании, происходит с задержкой, вот, типа на 10-15 лет, это не поколение, но так вот, сравнимо именно с поколенческими разницами, да, с разницей между двумя поколениями величина, да, и вот с задержкой на 10-15 лет, вдруг оказалось, что образование находится, и вот это, собственно, тот главный вывод, ради которого я тут уже 40 минут распинаюсь, оказалось, что образование находится в той стадии, в которой находилась и пресса, и связанная с ней онлайновая реклама, лет эдак вот 15-20 назад, это означает, что когда что-то находится в таком состоянии, когда возникают разные решения, и непонятно, какой из них еще выживет, но они все потихоньку начинают составлять конкуренцию в умах людей, которые интересуются, например, образованием, и хотят понять, а вот мне, как быстрее овладеть вот этим новым навыком, новой специальностью, новой профессией, новыми знаниями, и у них появляется некий выбор, ну да, я могу пойти традиционным путем, я могу поступить в вуз, я могу прослушать вузовский курс, неважно где, но именно вузовский курс, а могу пойти, например, в школу 21, и школу 21, о которой я здесь уже пару раз рассказывал в подкасте, это лишнее доказательство того, что термин цифровой, а не онлайновый, наверное, более точно, потому что школа 21, это вполне себе оффлайновая история, это в первую очередь именно здание, именно место, физическое место, куда приходят люди, в ней обучающиеся, открытые 24 на 7, но радикально отличающиеся от всех других образовательных заведений тем, что там никто ничего не преподает, совсем, там нет преподавателей, там нет семинаристов, там нет ведущих лабы, там есть образовательная среда, там есть люди, которых приглашают порассказывать о том, как устроен мир, вот там я рассказывал, там из кучи других компаний, приходят люди и рассказывают, например, про будущую специальность, чтобы люди там все-таки решая задачи понимали еще, что эти задачи бывают не только в учебной, в образовательной среде, которая является, собственно, этой самой школой 21, а в реальном мире, в реальных компаниях тоже происходит что-то очень похожее, и когда они потом окончат школу, они окажутся на рабочем месте, где, по крайней мере, на экране их компьютеров будет нечто зачастую напоминающее то, что они видели в процессе обучения, и типы задачек, которые они решают, тоже не из учебника, и не из задачника взялись, а взялись из совершенно реальных практических потребностей какого-то бизнеса, каких-то организаций и так далее. И вот эта вот история про то, что школа 21 может быть совершенно оффлайновым, принципиально оффлайновым, потому что в школе 21 контакты живые между студентами и командная работа является абсолютно неотъемлемой частью процесса, и вот эта онлайновая школа благодаря цифровым технологиям, благодаря вот той цифровой оболочке и возможности наводить там любые справки в интернете, доставать какие-то данные, куски кода из интернета, которые при этом интегрированы в онлайн, вот этот странный конгломерат, тем не менее, который нельзя назвать онлайновым способом, потому что в нем физически присутствуют учащиеся, это тоже некая новинка, новация, которая меняет традиционное образование, а вот Яндекс.Практику, который я несколько раз упоминал, или там куча других вещей, типа там действительно код академи, еще несколько, это истории, когда обучение сугубо онлайновое, и человек здесь действительно может, это очень важно, потому что такой человек может находиться где угодно, и то, что он не имеет возможности приехать в ближайший город, где есть, неважно, старого, нового типа, но все-таки именно физическое учебное заведение, ну нету человека возможности туда приехать, но он может при достаточной мотивации, интересе и силе воли получить хорошие знания, умения, навыки, практику, занимаясь только за экраном собственного компьютера. Вот, так что история про то, что сейчас наряду с тем, что можно поступить куда-то в образование, в образовательное заведение традиционного типа, или прослушать то, что слушают люди, посещающие образовательное заведение традиционного типа, можно еще и попасть в какую-то другую образовательную структуру. Это вот выбор, который по-настоящему начинает появляться прямо сейчас, и этот выбор будет менять колоссальную огромную индустрию, точно так же, как вот рекламную индустрию поменял интернет, именно за счет того, что стали появляться вещи, которые принципиально нельзя вынуть из интернета и использовать для спасения бумажной газеты. Они не живут на бумаге, они живут только в интернете. И это означает, что ровно то же самое будет сейчас происходить с образованием, и это будет интереснейший проект, потому что, во-первых, образование, так же, как в общем и распространение там новостей, там чтение журналов, это касается практически всех, то есть, это история, которая, в общем, является супер-супер массовой, во-вторых, это история, которая, ну, просто хорошая, потому что желание человека научиться чему-то новому, это, ну, прекрасное совершенно желание, и люди, которые его удовлетворяют, в общем, они делают человечество лучше, они делают людям лучше, поэтому заниматься так или иначе образовательными проектами, это просто, ну, очень хорошее дело с самых разных точек зрения, и удовольствие получаешь, и это морально правильно, и так далее, и так далее, поэтому, в общем, история про образование, которое сейчас, вот именно сейчас подошло к моменту, когда в нем в куче разных мест, видно, когда вот там разговариваешь с людьми на всяких околообразовательных сборщик в кучу разных мест, кучу разных идей, прорвались на поверхность, воплотились в какие-то образовательные стартапы, инициативы, начинания, еще что-то, и каждый из них какую-то свою аудиторию уже обрел, а, да, дальше будет конкуренция, конкуренция, как всегда, будет очень жестокая, потому что это, кроме всего прочего, огромные деньги, рынок образования в мире, это не шуточки, но именно сейчас это вот один из тех рынков, на которых еще ничего не сформулировано, не сформировано, на которых еще нет победителей и нет даже таких фаворитов, которые, вот, скорее всего, они-то и победят, не факт. Мы хорошо знаем, что на многих рынках в интернете побеждают не первые, кто пришли, и поэтому тот факт, что даже Курсера, например, прости, Даф, я не хотел ничего плохого, но тот факт, что Курсера давно есть на этом рынке, совершенно не означает, что у нее больше шансов, чем у новичка, который предложит продукт гораздо более адекватный, ну, ребят, вспомним Майспейс, да, они были сильно раньше Фейсбука, и, вот, поэтому на самом деле просто прекрасное совершенно время, прекрасное направление, и мои вот эти ссылки на те же самые вакансии в практикуме, это совершенно честная рекомендация и зависть в каком-то смысле к тем ребятам, которые, вот как мне когда-то повезло оказаться у самых истоков интернет, да не ладно, не интернет, онлайнового и цифрового маркетинга, и потом вот дорасти до того, чтобы наблюдать изнутри его, как уже такую охренительно зрелую, огромную, интереснейшую, технически сложнейшую и охватившую весь мир структуру, ну, вот, кому-то повезет вот сейчас оказаться в самом начале иногда может быть в очень странных, маленьких, непонятных, непривычных проектах онлайн-образования, а потом, потом будет вот какой-то такой гигант, который, кстати, может стать и финансово гуглом или фейсбуком через сколько-то десятилетий, вот тут единственное, что можно точно сказать, что это не произойдет через два или три года, я еще раз говорю, образование штука по чисто психологическим причинам своих потребителей более медленное и консервативное, если мы видим в других местах вот переход вот самых начальных, разнообразных и даже слабо конкурирующих на первых стадиях росточков к стадии уже вот гигантов, которые вокруг себя немножко все вытаптывают, это история вот пары десятилетий, я думаю, что здесь это будет, увы, не сильно короче, а может быть даже немножко длиннее, но тем не менее, если тебе сейчас там, не знаю, 20-25, иметь шанс к 40 годам стать гуру и одним из отцов-основателей огромной области, которая изменила вообще как люди в новом мире чему-то учатся, но я не могу себе представить на самом деле более благородный и более благодарный и более кайфовый просто по процессу своему карьеры, поэтому, ну ладно, в общем, наверное, тут меня уже несет, каждый пускай сам решает, что ему в кайф, но я как-то попытался объяснить, в чем такая привлекательность для меня сейчас этих образовательных проектов, которые, конечно, на фоне проектов более устоявшихся, уже легко оперирующих многомиллионными аудиториями выглядят, ну, какими-то крошечками, экспериментами, стартапчиками, ага, я помню, как выглядели все эти крошечки и стартапчики в области интернет-рекламы, тоже как-то вызывали много смеха, потом смеяться быстро перестали, ну, не быстро, но все-таки еще раз, даже пять, даже десять лет нашей жизни это короткий срок, и этот срок много короче, чем длина профессиональной карьеры, а длина вот той самой трудовой биографии, которую многие хотят, чтобы теперь была эта, ни в коем случае не длиннее до пенсии. Ладно, это другая тема, почему люди хотят работать как можно дольше и как можно интенсивнее в часах, это не тема, хотя я начал с нее этого подкаста, тема этого подкаста, как же повезло тем, кто сейчас, еще раз, дисклеймер, как же повезло тем, по моему сугубо субъективному мнению, кто повезло тем, кто сейчас связывает себя с новыми экспериментальными проектами в области образования. Вот, все. На этом заканчиваю, у меня уже немножко заплетается язык, по-моему, это видно будет потом даже после редактуры этой записи, ну, простите, как вышло, так вышло, но просто я немножечко представляю свою жизнь на ближайшие там несколько дней и даже недель, я не уверен, что я быстро смогу еще один подкаст записать, а уходить куда-то в аут на месяц мне очень не хочется, поэтому все-таки я его пишу сегодня. Да и тема про образование, она того стоит, чтобы, в общем, не откладывать ее в долгий ящик. Все. Завязываю трепаться, традиционный финал. Спасибо, что были со мной, особенно спасибо, если вы дослушали до этого момента. А пока, а пока всем пока, до новых встреч!